Комплексный каталог В данном случае мы видим каталог Секшн Включим режим от Отладки и увидим статистику По кэшу В данном случае Это 83 килобайта Перейдем в директорию хранения Файлов кэша Сейчас хранится Небольшое количество файлов Но в каких случаях Оно может увеличиться Это может быть хранение данных Разных страниц списка товаров Разное отображение для разных групп Пользователей, а также выборки по фильтру Можно включить кэширование по фильтру И убедиться в увеличении количества файлов При работе только на одной странице Одного пользователя Включим настройку компонента Кэшировать при установленном фильтре Теперь давайте будем менять параметры фильтра И будем выводить несколько разных результатов Теперь мы можем наблюдать увеличение количества файлов Кэша Естественно в этом случае ситуация вполне нормальная Но если в проекте много пользователей Которые пользуются фильтром Для получения результата Вывод каждого из которых кэшируется А дисковое пространство сильно ограничено То Оно может быстро заполниться Приходится находить баланс Между кэшированием всего подряд То есть оптимизацией запросов в базе данных И объемом дискового пространства Поэтому важно изначально продумать стратегию Кэширования в типовых компонентах И уделить внимание кэшированию При проектировании собственных компонентов При использовании Memcache Данная проблема становится неактуальной Так как кэшируемый результат Используемый наиболее часто Хранится в оперативной памяти сервера Вопросов переполнения памяти не возникает Так как используется только выделенный объем В некоторых случаях, когда большой объем файлов кэша Или большая посещаемость ресурса Могут повлиять на скорость формирования страницы Или объем дискового пространства Может помочь использование технологии Временного хранения наиболее востребованного кэша В оперативной памяти сервера Это технология Memcached Системой Bittrex поддерживается данной технологией Для использования Memcached потребуется расширение PHP в Memcache Рассмотрим пример подключения Memcache Для собственной виртуальной машины ВМ-Митрикс На которой уже установлено расширение PHP в Memcache С установкой машины можно ознакомиться В базовом курсе разработчика И для использования технологии Memcache Необходимо сделать следующее действие Подключимся к виртуальной машине По SFTP под root доступом Далее Перейдем в директорию ATC CSConfig И откроем файл Memcached В нем обратим внимание на следующие параметры Порт Порт для Memcache По умолчанию используется значение 11211 User Пользователь От которого запускается Memcache MaxCon Максимальное количество Одновременных подключений По умолчанию 1024 Давайте установим значение 10240 Cache Size Объем памяти Выделяемый для кэша По умолчанию 64 мегабайта Установим значение 1024 Options Количество потоков По умолчанию 4 Давайте установим значение 8 Пишется T8 Примечание Параметры MaxCon CacheSize и Options Подбираются экспериментальным путем В зависимости от характера нагрузки И от имеющихся ресурсов Оценить объем памяти Необходимый для кэширования Параметр CacheSize Можно по размеру Вашего файлового кэша Если у вас на проекте Файловый кэш занимает 3 гигабайта То использование Memcache С 256 мегабайтами памяти Не будет эффективным За счет частого вытеснения Теперь Перезапустим Memcache Командой Сервис Memcache300 Далее Произведем настройки Параметров ядра В файле Settings Extra В директории Bittrex Начиная с 14 версии Настройки в ядре Производятся именно в этом файле Обратим внимание на параметры Хост Это адрес сервера На котором будет запущен Demon Memcache Для локальной машины Это 127.0.0.1 Порт Необязательный по умолчанию Равен 1.1.2.1 И SID Необходимый параметр В случае если на одном сервере Используется несколько систем Bittrex Этот параметр Соль Который подмешивается Ко всем ключам кэша Для того чтобы кэш разных систем Не путался Установку этих параметров Для ядер до 14 версии Необходимо производить В файле db.com.php В случае если используется Один сервер То для улучшения Производительности Можно настроить работу С Memcache через сокет Для этого необходимо Установить следующие параметры В файле Memcache В настройках ядра Соответственно Теперь можно проверить работу Откроем любую страницу Например список новостей И запустим режим отладки В данном случае мы видим Отсутствие информации по объему кэша Так как в данном случае Он берется из оперативной памяти сервера В Bittrex Также есть возможность Подключения нескольких Дополнительных серверов Для хранения Memcache И дополнительную информацию По установке и настройке Серверов Memcache Можно найти в документации Откроем любую страницы Откроем любую страницу Продолжение следует... Продолжение следует...